Заседание министров иностранных дел 20-ки посвящено по предложению индонезийского председательства двум крупным темам. Первая тема это кризис многосторонности и необходимость сделать все, чтобы его преодолеть и вернуться к принципам, которые заложены в уставе ООН, прежде всего суверенное равенство государств и решение всех проблем на основе договоренностей. Второе заседание по ситуации сложившихся в сфере продовольственной и энергетической безопасности. По обеим этим темам наши позиции хорошо известны, мы ее представили. По многосторонности, тут вам даже говорить нечего, есть устав ООН и есть западные концепции, которые направлены на подрыв устава ООН и которые называются миропорядок, основанный на правилах. Никто этих правил не видел, никому не показывал и мы сегодня привлекли к этому внимание, призвали все-таки вернуться к истокам. Привели примеры пагубного воздействия западных правил, которые выливаются в практические авантюры для миропорядка, который все-таки должен быть основан на уставе ООН. Ну и по продовольственной и энергетической безопасности очень подробно в соответствии с теми разъяснениями, которые неоднократно давал президент Путин в своих выступлениях, показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году. И они были результатом авантюрной, непродуманной, ошибочной политики Запада, в том числе по форсированному внедрению так называемой зеленой трансформации, в том числе по искусственному вмешательству в механизмы регулирования спроса и потребления, вмешательству в игру тех самых рыночных сил, которые Запад превозносил долгие годы перед этим. И показали нашу готовность выполнять все обязательства Российской Федерации и по поставкам дешевых, доступных энергоносителей, углеводородов, нефти и газа. Хотя против именно этого активно выступают Соединенные Штаты, заставляя Европу да и весь остальной мир отказываться от этих доступных энергоносителей, переходить на гораздо более дорогостоящие ресурсы. И во-вторых, что касается продовольствия, с нашей стороны никаких препятствий для того, чтобы эта проблема решалась с использованием хороших запасов наших зерновых не существует. Но Запад, опять же, своими односторонними ограничениями создал проблемы для страхования наших судов, для их захода в порты, для осуществления финансовых платежей за поставки продовольствия. Мы ко всему этому привлекли внимание, в том числе и к ситуации, которая сейчас складывается на Черном море, где, если Запад так хочет вывезти оттуда украинское зерно, надо всего-то навсего заставить Киев разминировать черноморские порты и позволить судам выходить через территориальные воды Украины. А в открытом море Россия при помощи Турции готова обеспечивать безопасность таких конвоев до пролива Босфор и далее уже в Средиземное море и к рынкам покупателей. Но беда в том, что западные коллеги очень хотят создать для вот этого процесса некий мониторинговый международный механизм, явно стремясь сделать этот механизм с участием своих военно-морских сил, НАТОвских военно-морских сил. Об этом уже не так давно высказывался Лондон, и мы прекрасно понимаем замыслы. И в целом, как мы уже неоднократно разъясняли, тот кризис, который Запад всячески делает новостью номер один в дискуссиях на международной арене, и который связан с украинским зерном, якобы это зерно абсолютно необходимо для того, чтобы решить продовольственную проблему. Но статистика показывает очень ясно, что зерно, которое сейчас на Украине заперто в портах, меньше 1% объема мирового производства, поэтому на реальную продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. А требуется-то всего только, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наше зерно законтрактовали. Ну вот примерно так, да. Ну и, конечно, в ходе дискуссии западные партнеры уходили от того, чтобы следовать мандату группы 20, чтобы заниматься вопросами мировой экономики, нахождении договоренностей для того, чтобы в рамках ООН можно было достигать решений, связанных с устойчивым развитием и сбивались практически сразу же, как только брали слово, на оголтелую критику Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине. Агрессоры, захватчики, оккупанты. Много мы еще сегодня услышали. Ну и все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили все предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если начало мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина. Кстати, выступавший в начале заседания по видеосвязи Джеффри Сакс, известный экономист и политолог, в своем вступительном слове очень четко сказал, что жаль, что Украина, предложив сначала переговоры, а затем от них отступилась. Это объективная констатация. И если Запад хочет переговоров, то ему надо это иметь в виду. Если же он хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те, и другие заявления, кто за переговоры, а кто за военную победу, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем, по сути дела, ежедневно. И с чем, конечно же, смириться мы не можем. Вот эта вот раздвоенность Запада, она показывает, что здесь главная идеология, а не забота об украинских гражданах, об Украине или о европейской безопасности в целом. Но, несмотря на вот все то, о чем я сейчас рассказываю, и на поведение наших западных коллег, которых, кстати, практически не поддержали вот в таком запале участники двадцатки от развивающихся стран, несмотря на все это, полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам, ответов на эти вопросы у них нет. Есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для которых, собственно, для чего, собственно, двадцатка и создавалась. Пожалуйста, Россия. Спасибо, Сергей Викторович. Добрый день. Два момента, если подвольте. Прежде всего, по сегодняшней встрече мы слышали много призывов к бойкоту, и уже понятно, что они не состоялись. Хотя эти призывы постоянно тиражировались, Энтони Блинкин, прежде всего, отказался, говорила о том, что не хочет подкарапироваться с вами. А как вы считаете, вообще бойкот, насколько это метод в дипломатии в сегодняшних, в современных условиях? И, если позвольте, вдогонку вопрос по Японии, по Синдзабу, потому что в Прокобе приходят чудовищные новости, вы узнаете хорошо. Что стоит за этим покушением? Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания группы двадцати. Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге с происшедшим. Но, наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего. Что касается встреч со мной, заявлений, что они будут со мной фотографироваться. Я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все. Но что касается их присутствия или отсутствия в зале, все были в зале, когда началось заседание. Я не считал необходимым делать какие-то жесты, а фронт организовывать. Никого не бойкотировали. Я слушал. Мне было интересно понять, чем Запад дышит сегодня. Хотя можно было составить это впечатление и по предыдущим заявлениям западных коллег. Но то, что они двадцатку использовали не для тех целей, ради которых она создавалась, это очевидно. Вчера вот был прием. Индонезийцы устроили такой как бы приветственный прием с концертом. Они туда не пришли. Но это их желание, это их понимание протокола, да и просто вежливости и правил этики. Нет-нет, я считаю, что все идет так, как мы и предполагали, но нас, я уверен, услышим. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Сам он неоднократно заявлял, что решится на подобное только в том случае, если правительство не будет справляться с работой. Он также одной из возможных причин своего входа анонсировал нежелание Кабмина помогать украинскому народу. Знаете, мне даже не хочется комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра странных дел доказал, что этот человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать. И во многом последние пару лет Великобритания разворачивала такую агрессивную политику по отношению к Российской Федерации, используя в качестве предлога события на Украине, всячески покрывая режим, который в Киеве сложился при западных кураторах, режим откровенно человеконенавистнический, во многом неонацистский. И эта активность Великобритании резко возросла после того, как Борис Джонсон вывел страну из Европейского Союза, и она оказалась как бы на задворках европейской политики. Сейчас они активнейшим образом пытались в последние месяцы сколотить новый альянс Великобритания, Польша, Прибалтика, Украина, для того, чтобы иметь такой английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику, которая наверняка далеко не всегда будет учитывать интересы Европейского Союза в целом. Но ушел и ушел. Видите, все говорили, что надо Россию изолировать, пока его собственные партии изолировала Бориса Джонсона. Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения, о которых я только что упомянул. Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля. А уже вне территориального моря Украина Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов, и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом. Военные у нас играют здесь основную роль, потому что все, что я сказал, сопряжено с использованием военно-морских сил. Когда переговоры продолжатся, я сказать не могу, я несколько дней не был в Москве, но то, что мы всегда готовы, это могу подтвердить. Собственно, мы уже месяца два объявляем безопасные коридоры от территориального моря Украины и до Босфора. Здесь еще пытается играть свою роль генеральный секретарь. И он, он приезжал в Москву, он направлял к нам своих представителей. Эти представители получили от нас, была специальная рабочая группа, создана под руководством заместителя и представителя правительства Андрея Белоусова, они получили от нас меморандум, четко описывающий, как можно эту схему организовать. Когда они будут готовы отвечать, конечно же, мы послушаем, что они нам скажут. Продолжение следует... Как вы видите, как у индонезий государительная позиция и политформация в этом области фольерии? Продолжение следует... Как вы видите, как у индонезий государительный позиция и политологическую подпроекту в случае в этом對ру связанной? Я вижу позицию индонезийского государства и президента индонезийского государства как позицию responsable страны, который понимает важность для строения диалога, для того, чтобы быть руководителем интернациональной правой, которая, опять же, я хочу эмфицировать, это зависит на принципы сооруженности государства. И я думаю, что это очень правая позиция для Индонезия как страна, для Индонезия как парня Украины, и для Индонезия как парня Г-20 и будущего парня АSEAN. Есть ли какие-то возможности для США и Россия быть вместе вместе с Г-20? Если нет, в какой способ? Вы знаете, это не мы, кто обманывали все контакты, это были Соединенные Штаты. Это все, что я могу сказать. И мы не бегаем после кого-то предложения встречи. Если они не хотят говорить, это их выбор. Я просто сделал комментарий, что я был только один в этих встречах, кто был в сфере опрещения к япанец и проявил его контакты. Или вы можете развиваться? Если у вас есть помни, то, что у вас есть? Я просто говорил, что я был единственным в этой встрече, кто заявил отражения к япанецу адаптологию, через ваша министер. У вас есть какие-то помнисты, с ним? Ну, если Австралия так много интересна о том, что происходит тысячи и тысячи километров от Австралии, antes дать комментарии, я бы предложил, что Австралия взглянула в volumes документов, которые описывают причины для ситуации в Украине, как она сейчас превосходит. И я уверен, что Австралия, прежде чем говорить о том, как государственная страна, normalmente смотрит на факты. И я не знаю, что ваша бюджет в Москве фейсфорно сообщает о том, что они учатся о оригинале этого конфликта, который был развиваться за много, много лет. И если эти сообщения были игнорены в Канберре, это не мой вопрос. Спасибо большое.